МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чижов. Еда, а у меня обострённое чувство справедливости. Ты что, маленький, обижаешься? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Тихо, тихо. Елесик, понял? Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я от Насти. Поехали за деньгами. Камеру. Звук есть? Звук есть. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. Так охота этим пащам. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Есть проблемы. Будем решать. Сегодня в программе. Сегодня меня попробуют разнести. Ну что скажешь? Не, ребят, и это мой планшет. Вы не могли бы дать мне телефон позвонить? Только телефон у меня в руках. Когда кормила, был пятый размер. Теперь всё упало. Съёмка здесь запрещена. Это я буду решать. Что ты, сволочь? Сегодня я выступлю в необычной роли. Сегодня меня попробуют развести. То есть, к примеру, я шкурку лоха. Короче, суть такая. На сайте бесплатных объявлений в разделе находки я дал объявление, что нашёл планшет. Кое-как его описал. От балды написал, где нашёл. И мне уже позвонило несколько человек. Два из них утверждают, это наш планшет. И, ребят, он лежит сейчас здесь, и это мой планшет. Я договорился с этими умниками о встрече. Мы посмотрим, как эти парни будут доказывать, что они хозяева моего планшета. Так, ну вот мы и на месте. Надо пока замаскироваться, одеться чётче. Похож я на учителя географии? По-моему, очень похож. А вот, кажется, и первый любитель халявы. Алло. Алло, здравствуйте. Это Кирилл. Я вам по поводу планшета. Здравствуйте, Кирилл. Ну, я на месте уже. В общем, в парке, да? Да, а как я вас узнаю? Ну, я буду в красной кроссовках. Фейсболки красной, да, я тёмной фейсболки. Хорошо, тогда подходите к центральной аллее, встретимся и решим вопрос по планшету. Ага, хорошо. Пошли ловить, прикиньте я. Кирилл? Да-да. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Спасибо, что нашли. Это я уже думал, нафиг я его потерял. А там у меня приложение для универа. Серьёзно? Всё прям для универа, одни программки учебные. А то, что там он игрушками забит, это как к универу относится? Ну, там в отдельной папке у меня всё для учёбы. Ага, понятно. А что без пароля-то? Да как-то особо скрывать нечего, да не смотрит никто. Серьёзно? Да. А где потерял-то его? При каких обстоятельствах? Утром потерял, да что за допрос на самом деле. Ну как, я же должен знать, твой это планшет или не твой. Это же вот мой планшет, я через пакет вижу, отдайте мне. А твои руки-то не цепай. Сиди ровно, спокойно. За чужими ты планшетами пришёл. Давай, вставай потихоньку. Встаём, встаём, встаём. Вот так вот. Не дёргаемся, а то палец отскочит. Ты понимаешь, что твоё враньё может закончиться цепью дурных событий. Для кого-то уголовным делом закончиться может. Понял я. Не снимайте, простите. Не снимайте. Простите, да? Дать бы тебе пинка хорошего. На шару ты за планшетом пришёл. Всё, свободен. Всё, ребят, прячьтесь в машину, ждём следующего. Валера. Егор. Добрый день. Вот я по поводу давления вам. Ну, отлично, чувак. Ну, хотел планшетик вернуть. А ты уверен, что твой-то? Ну, пойдём посмотрим. Пойдём, посмотрим. Я уже вижу, что мой. Хочу вас сразу отблагодарить. Не-не, погоди, с деньгами я всё-таки перепроверюсь. Да спрячь пока, чёрт. Ну, а как ты определил, что он будет? Во-первых, я по чехлу вижу. По чехлу, да. Проезженный уже. Ага. Ну, это что? Ну, а давай вот в фотографии зайдём. Есть ещё фотографии? Ну, а чё я же должен проверить, да? Давай посмотрим. Может, они интимного характера. Да ладно, чё ты. Ну, ты же планшет возвращаешь. Ну, давай посмотрим. Ну, где здесь ты? Нет тебя здесь. Что ты тут подмучил? Я не понимаю. Ну, не твой планшет. Что ты за цепь устроил, дядя? Ну, не твой планшет. Ну, чей это планшет? Тихо, тихо, тихо. Успокоился. Ну, как пускай я сказал. Успокоился? Встаём потихоньку. Встаём. Встаём, не дёргайся. Скажи им, чтобы убрали камеры. Короче, так. Я тебе, конечно, не пастор нотации читать, но бизнес у тебя хреновый. Всё, отпускаю спокойно. Всё, я не борзею в следующий раз. Ну, вот так вот. Вы должны быть готовы, что появится вот такой вот Егор, который будет чужой планшет брать. Поэтому прежде чем отдать, 10 раз переспросите, есть ли коробка, какие программы, кто на фотографии. Всё уточняйте. Мошенник не бандит. Он кидаться на вас не будет. Сроки другие, статья другая. Поэтому будьте осторожны. Я свои сюжеты снимаю не для того, чтобы отбить у вас охоту, помогать друг другу в поиске пропавших вещей. Я их снимаю для того, чтобы вы проявляли бдительность, чтобы не оказаться в глупом положении. Вот как-то так. Смотрите далее. После родов я потеряла форму груди. Когда кормила, был пятый размер теперь. Всё упало. Съёмка здесь запрещена. Это я буду решать. Как ты, свалочка! Мне в блог пришло очень странное видеообращение. В нём девушка Дина рассказывает о проблемах с пластической хирургией. В последнее время мне в блог приходят всё больше и больше сообщений от людей, которые имеют с пластической хирургией какие-то проблемы. И я понял, что нужно уже этим заниматься. Тем более, мимо обращения девушки Дины я пройти не смог. Вот послушайте, что она рассказывает. Здравствуйте, Влад. Меня зовут Дина. Дело в том, что я стала жертвой пластического хирурга в респектабельной клинике. Я делала операцию о корректировке груди. Она потеряла форму после родов. И я пошла к врачу Рубену Тимуровичу. Это тот самый пластический хирург. Выясните, в чём дело. Но он сказал, что никаких патологий он не нашёл. Что дело всё в том, что я не соблюдала после операционной рекомендации. Но это всё ложь. Я их соблюдала. Я потратила на эту процедуру 400 тысяч рублей. Эти деньги подарил мне мой муж, видя, как я переживаю. Он сам не богач, он работает на двух работах, чтобы прокормить семью. Я вас очень прошу, Влад, помогите мне, пожалуйста, разобраться в этой ситуации. Ну вот такая грустная история. Я договорился с Диной о личной встрече. Хочу задать ей некоторые вопросы, потому что для себя я ещё не определил, возьмусь я за это дело или нет. Поэтому на личной встрече я уясню некоторые вопросы для себя и приму какое-то решение. на личной встрече. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Дина. Ну что, слушай внимательно. Я не знаю, как мне дальше жить. Я не знаю просто, как мне выйти в этой ситуации. Я ни о чём не могла думать в тот момент, когда я это делала. Я даже не думала, что может быть такой исход. Дима, давайте вы успокоитесь. Я хочу, чтобы вы мне помогли, если это возможно, вернуть эти деньги и рассказать всем, что Рубен Тимурович мошенник и очень плохой доктор. У вас есть какие-то документы, на основании которых вы делали операцию? Конечно, есть. Да, всё с собой. Вот, возьмите. Понятно, договор с клиникой, а конкретно с этим хирургом, Рубен Тимурович, да? Справедливость мы установим. Мне нужно время разобраться. Я не знаю, как мне дальше жить. Не волнуйтесь, Дина. Дина, не волнуйтесь, пожалуйста. Я всё это изучу, я не люблю, но бегу читать договоры. Я сейчас сяду где-нибудь, почитаю и перезвоню вам. Хорошо? Хорошо. Всё, договорились. До связи. До связи. Я стала жертвой пластического хирурга. После родов я потеряла форму груди. Я хочу, чтобы вы мне помогли рассказать всем, что Рубен Тимурович мошенник и очень плохой доктор. Сказать, что у девушки состояние стрессовое, это ничего не сказать. Она в каком-то находится ужасе просто от того, что произошло. Постарайся ей, конечно, помочь, но в любом случае всё начинать надо с договора. Алло. Феликс, здорово, дружище. Привет. Я тебе сейчас отправил фотографию договора. Там название клиники и фамилия пластического хирурга. Собери мне, пожалуйста, всю информацию в интернете. Кто обращался, какие отзывы. И очень важно, если есть возможность, собери, пожалуйста, информацию непосредственно этого хирурга. Какая квалификация, чем занимается. Ну и, соответственно, чем владеет, где живёт, на чём ездит. Понял. Давай. Всё, спасибо. Так, ну а мы где-нибудь в кафешке приземлимся, выпьем кофе, почитаем договор. Я внимательно прочитал договор, который Дина заключила с этой клиникой. Договор этот составлен не в её пользу. По условиям договора больной полностью доверяется лечащему врачу, полностью принимает на себя ответственность за все последствия, которые могут быть в случае неудачной операции. То есть как бы по условиям договора врач информирует о последствиях, а больной их принимает безоговорочно. Ну как так-то? Что это за договор-то такой? Вот подписав этот договор, Дина полностью лишила себя возможности защищаться в суде. Именно поэтому я принял решение, что помогу ей добиться справедливости. Но той информации, которой я владею, её, конечно же, недостаточно. Я попросил Феликса, чтобы мне помог нарыть информацию по этому вопросу. Но, к сожалению, Феликс пока буксует. Надо напомнить ему о себе. Алло. Феликс, здорово, дружище. Я тебя там вопросами озадачил, а ты что-то в тину нырнул. Чё случилось-то? Да, прости, Влад. Как раз собирался звонить тебе, тут был новый баланс. Приворщик удалось найти жалобы на хирургов. Выйдет случай, как там в френдах. Случались обваждения за последний год. Жесть жалоб и множество комментариев, но жалобы анонимные. Всё, спасибо, дружище. Не пропадай, пожалуйста, так. Да, 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 понял. В любом случае, эту тему нужно раскручивать с того, что нужно навестить эту клинику, ну и осмотреться для начала. Разговаривать по-хорошему нужно начинать с головы. Я в интернете выяснил, что главврач этой клиники, Глеб Викторович, принимает сегодня с часу до четырёх. Я записался на приём. Будем разговаривать по душам. Без камер, наверное, возьму барсик и договор. Здравствуйте. Владимир Викторович. Да, Владимир Викторович. Меня зовут Чижов, Влад. Я представляю интересы одной девушки, она пациентка в вашей клинике. Зовут Тиевардин. Она делала операцию в груди. И всё не так, как хотелось. Были проблемы, осложнения. Вот. И я заехал к вам, чтобы так вот чисто по-человечески пообщаться. Возможно, вы как бы в курсе, что происходит. Ну, можно посмотреть договор. Так, договор, да. А, Рубан Тимурович, да. Этот договор нужно решать в частном порядке. Так что давайте я сейчас... Позвольте, договорчик. ...вас вверху в кабинет. Пойдёмте, пожалуйста. Ладно, пойдите. Спасибо. Рубан Тимурович, здравствуйте. 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 Ещё разок представлю. Зовут меня Влад Чижов. Я представляю интересы Дины, Дины Михайловны. Она у вас сделала операцию. Да, присаживайся, пожалуйста, присаживайся. Ну, спасибо. Девушка операцией недовольна. Она имеет к вам определённые претензии, обиды и так далее. Я помню очень хорошо Дину Михайловну. Особенно после того, что она здесь устроила. Ну, бывает, женщины не всегда довольны своей внешностью, результатами операции. К тому же, она не прошла полностью все процедуры послеоперационные. Она явилась ко мне в кабинет. Устроила совершенно, 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 совершенно какой-то грязный скандал. Сверяло вещами. Телефон вообще в ту стену полетел. Если есть какие-то проблемы, давайте их решать. А вы предлагали решить? Да, конечно. Я предлагал ей решить полюбовно и пройти ещё одно исследование за счёт нашей клиники. К психической высоте. То есть вы предлагали и помощь, и корректировку, а она просто отказалась? Да, да, да. Она просто, она не хотела ни получать помощь от меня, ни идти сама на какой-то компромисс. Вот. Поэтому мне пришлось и выставить. Но это правда. Это слышала вся клиника. Рубен Тимурович, для меня это новая информация. Давайте сделаем так. Так, я возьму тайм-аут некоторый, я ещё разок повидаюсь с Диной Михайловной. И, наверное, сейчас с новыми, скажем так, вводными буду вести диалог дальше. Мне очень нравится. Очень рада. Очень рада. Очень рада. Очень рада. Размаку. Телекомно забрасывай. Всё. Хорошо. Я тогда оставляю за собой право ещё там проконсультироваться. Да, да, конечно, конечно. Всё. До свидания. Я стала жертвой пластического хирурга. Я хочу, чтобы вы мне помогли рассказать всем, что Рубен Тимурович мошенник и очень плохой доктор. Она не прошла полностью все процедуры. Я предлагал ей решить полюбовнее пройти ещё одно обследование за счёт нашей клиники. Видишь, как всё обернулось-то? Оказывается, может быть, даже Дина наша вообще скандалистка какая-то. Короче, надо мне всё проверить. Надо сейчас звонить своему дружбану Яше, а Дину отправлять на обследование. Ну, так, для объективности. Шалом, Яша, это Влад. Привет, Влад, привет. Яша, у меня тут такая просьба к тебе. Я, конечно, понимаю, ты популярный пластический хирург, но мне нужно вне очереди принять одну дамочку, а смотреть её на предмет того, что насколько корректно ей поставили грудные импланты, чтобы я чётко понимал, там люди работу запороли или всё-таки сделали вполне вменяемо, а девушка просто не выполняла указания врачей. Сможешь мне такую работу сделать? Как всегда? Срочно, да? Да вчера. А, понял. Тогда, Влад, давай так. Я тебе обещаю. Я уговорю врача уделить какое-то время после окончания приёма. У меня со временем уже просто беда. Плюс я сейчас на симпозиу. Ага. Тогда жду от тебя сообщения, когда подъехать. Да без проблем. В течение часа пришлюсь. Всё, спасибо. Давай. Алло? А, Дина, это Влад Чижов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дина, у меня к вам просьба. Мне нужно для полноты картины, чтобы вы сходили к независимому эксперту, а конкретно к другому пластическому хирургу. Ага. Мы сделали осмотр. Это мои знакомые. Они примут вас вне очереди. Единственное, что в конце рабочего дня. Поэтому я вам в течение часа пришлю адресок и время, кому и куда надо подъехать. Я согласна. Я всё сделаю, как вы сказали. Всё, Дина, спасибо. Да, спасибо. До свидания. Вот так. А теперь поехали. Вот ведь какая история. Дина-то оказалась скандалистка, а мне навстречу ни слова не сказала. Хотя чё тут удивляться-то? Девушка в стрессе, одно неосторожно сказанное слово, всё, она взорвалась. Хотя этот Рубен Тимурович, ну так выглядел уверенным, не похож на разводилу на какого-то. Тут докопаться надо до сути. Предлагал Рубен Тимурович ей за счёт клиники решить проблемы. Или же нет? Если да, то надо объясняться с Диной, потому что она лукавит. Если же нет, то этот доктор неплохой переговорщик. Держится хорошо, но рано или поздно расколется. Так что в любом случае надо разговаривать с Диной. Докапываться до сути. Здравствуйте, Влад. Я собрала сумку, как вы сказали. Всё правильно, потому что это будет, наверное, не быстро. Нужно будет сюда какие-то сдавать анализы. Я, на самом деле, с неприятным вопросом вам, Дина. Расскажите мне, пожалуйста, про встречу с вашим доктором. Было такое, что вы кидались вещами? Что вообще было на встрече? Я к нему пришла вся в слезах, подавленная. Попросила его, чтобы он переделал мне операцию за счёт клиники. Но он начал хамить, мне выставило меня за дверь. То есть он не предлагал вам за счёт клиники сделать какие-то исправления и корректировки? Нет, конечно, что вы, нет. Вы там не кидались никакими телефонами в стену? Да нет, ну какие телефоны? Ну, может быть, я немножко вспылила там в эмоции, подалась эмоции, но чтобы там бросаться вещами, но я не такой человек. Ладно, давайте сделаем вот как. Значит, мы сейчас идём к доктору. Это коллега моего близкого друга. Идёмте, я вам её представлю. Михаил Петрович, здравствуйте. Да, Влад, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочу представить девушку, зовут её Дина. Да, мне Яша говорил. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Это моя съёмочная команда. Да я смотрю вашу передачу, очень интересно, захватываю считание. Ну, здорово. Примерно в общих чертах мне объяснили, вы мне ещё решите. Девушка оказалась пациенткой некой клиники, где ей сделали операцию на груди. То есть поставили импланты. Нужно экспертное мнение, независимое. Как сделали, действительно плохо сделали. Или всё-таки Дина у нас как-то неправильно себя вела после операции, не соблюдала режим прописанный и так далее. Соблюдали. Не соблюдала, конечно. Надо осмотреть. Давайте мы выйдем. Да, пожалуйста, выйдите. Я вас позову. Да, ну давайте. Ладно, кидайте камеру. Подождём. Заходите, Влад. Да, дело здесь, конечно, удивительное, вы знаете. То есть предварительно я вижу, поставили контрафактные импланты. Значит, данный имплант стоит на порядке меньше. Понимаете? Надо удалять всё то, что у вас там есть. Восстанавливать грудь, потому что могут быть осложнения конкретные. Скажите, цена вопроса. 500 тысяч будет стоить. 500 тысяч? Да. Это очень недорого. Вы узнаете, сколько стоит коммерческая клиника в груди. Михаил Петрович, скажите, как быстро вообще нужно приступить к этому вопросу? Нет, но я вещи вижу, что у вас с собой. Я могу её сегодня прямо уже оставить. Если всё будет нормально по поводу анализов, если не будет противопоказаний к операции, завтра во второй половине дня мы сделаем операцию. Я вам лично гарантирую оплату всех расходов. Хорошо. Дина, остаёшься в клинике? Да, конечно. Всё будет хорошо. Тогда решено? Да, оставляем. Всё, ребята, уезжаем. Сейчас я позову медсестру, приведу вас в палату и начну. Я предлагал ей решить по-любовной пойти ещё одно обследование за счёт нашей клиники. Он не предлагал вам за счёт клиники сделать какие-то исправления и корректировки? Нет, конечно, что вы не. Но мне нужно вне очереди принять одну дамочку. Предварительно я вижу, поставили контрапактные импланты. Скажите, цена вопроса. 500 тысяч. Завтра во второй половине дня мы сделаем операцию. Михаил Панайотович провёл день операции, провёл успешно. В процессе операции выяснилось, что импланты, которые поставили в той клинике – дешёвая турецкая несертифицированная подделка. И если использовать какие-то серые схемы завоза, то на этих имплантах можно прилично навариться. Вот этот гадёныш и наварился. Феликс мне сообщил, что у этого доктора 100-метровая квартира в центре и внедорожник за 10 лямов. И весь на ком скотина наваривается, на девочках закомплексованных. Так-то, в принципе, всё есть для того, чтобы его хлопнуть. Вот эти импланты, которые извлекли из Дины, всё это зафиксировано в документах. Этого уже, в принципе, достаточно. Но не хватает маленькой детальки. Очень хочется записать на видео, как он маслом льёт свою презентацию суперимпланта. Но для того, чтобы это записать, мне нужна помощь моей знакомой. Марина, привет, это Влад. Привет, Влад. Тут такая история, девушке одной нужно помочь. Могу я на тебя рассчитывать? Давай, поговорим, чем дело. Ситуация следующая. Девушка неудачно провела операцию в клинике пластической хирургии. Ей поставили там какие-то поддельные импланты. В общем, мне нужно, чтобы ты съездила в эту клинику и сходила на приём к определённому доктору. Но резаться, я надеюсь, не нужно, да? Не, резаться, конечно же, не нужно. Ты возьмёшь с собой камеру и запишешь его презентацию своих суперимплантов. Поняла тебя. Хорошо. Когда? Куда? Давай сделаем так. Сегодня время позднее. Сделаем это завтра. Я тебе чуть попозже пришлю адрес, куда нужно подъехать. Какие-то наводящие вопросы, которые нужно задать этому доктору, чтобы они отпечатались на камере. И я туда же вызову эту девушку. Зовут её Дина. Я тебе вышлю её фотографию. И если вы приедете раньше меня, то вы найдётесь. И ты её там по-женски поддержи, пожалуйста. Хорошо, Влад, я тебя поняла. Хорошо, конечно, помогу. Спасибо тебе огромное. Давай, до завтра, до встречи. До встречи. Пока. После операции Дина чувствует себя хорошо. А вот с этим Рубеном Тимуровичем будем завтра работать. Думаю, что итогом нашей работы должна стать компенсация расходов. И надо удалять его из сообщества врачей. Привет. Привет, Мариночка. Ты всё прочитал, что я тебе сказал? Да, я... Ты знаешь, что делать, да? Да. Дина, приветствую тоже. Значит, смотрите. Вот сумка, не камера. Ты сейчас идёшь к этому доктору и записываешь весь разговор. Провоцируй его на нужные ответы. Всё, держи. Я справлюсь. Да. Мы на мониторе всё это увидим и в нужный момент подключимся. Пошла тюнинговаться. Всё, давай. Так, Дина, садитесь ко мне в машину. Робон Тимуриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я Марина. Очень приятно. Я поставлюсь на самочку. Да, конечно, конечно. Но у меня избитая проблема. Раз я как пришла, значит, у меня проблема с грудью, которую я хочу вернуть после рода. Когда кормила, был пятый размер, теперь всё упало. Ну, это не проблема, и такое довольно часто встречается. То есть это поправимо? Конечно. Операция, импланты, несколько дней после операционных процедур, восстановительных, я думаю, где-то 450 тысяч. Что? 450 тысяч? Мне он говорил 400. Цена растёт. Видимо, он считает себя очень успешным пластическим хирургом. Самая цена за дешёвые турецкие импланты. Вы понимаете, в интернете столько написано, что иногда, если некачественные импланты, вплоть до витальных исходов могут быть осложнения. Вы с чем работаете? Мы переработаем с одной австрийской фирмой, исключительно ставим австрийские импланты. У нас прямой контракт с ними. Хорошо, спасибо вам большое. Вот какая история. У меня указывается контракт с австрийской компанией. Ставят только австрийские импланты. Ну что, пойдём предъявим ему. Турецкое фуфло. Да, пойдёмте. Всё узнала, законспектировала, но тюнинг не удался. Всё, Мариночка, всё хорошо, ты очень сделала. Молодец, всё мы записали на видео. Так что идём к доктору, предъявим ему. Спасибо тебе. Удачи, удачи, счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Так, я не понял, а что это за съёмка? Значит так, тихо, тихо, тихо. Камера моя никто не трогает. Спокойненько присядьте, будем разговаривать. Я вас слушаю. Съёмка здесь запрещена. Это я буду решать. Так, ты, коров, взяли своё вот это дерьмо и валять на... Сказал. Вы говорили, что это австрийский план, да это турецкий план. Зачем вы людей обманываете? Нахер, это налево. Да зачем вы людей обманываете? Как ты сволочь, как ты сволочь. Тихо, тихо, спокойно. Ну, что ответишь-то, друг мой? Ну, что ответишь, это нападение. 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 Давай тогда звони в полицию. Давай звонить тогда в полицию. Ну, ты ж бы хотел, что... Вы от меня что хотели? Тихо, тихо, дружок. Я тебе сейчас объясню, что мы хотели. У меня зовут Влад Чижов, ты об этом знаешь. Вот это моя съёмочная команда. Мы снимаем программу на канале, что называется «Решало». О мошенниках, вот таких, как ты. Ты продал не сертифицированный имплант. А это брать с моей статья. И ни о каких условных не мечтай. Так что следующую свою операцию ты будешь шнырям делать на зоне. Понял меня? Хорошо, стоп, стоп. Все погрячились, бывает. Как мы можем эту ситуацию решить без полиции? Всё очень просто. Ты заплатишь 500 тысяч за переделанную операцию другими людьми, нормальными хирургами. Понял меня? Я не ношу с собой такую сумму, дети в кармане. Да ничего страшного, мы о тебе всё знаем. Живёшь в хорошей квартире в центре, ездишь на шикарной машине. Конечно, ты не носишь. Хорошо, давайте так. Я заплачу ей 500 тысяч и готов положить сверху ещё 50. Но только вы от меня отстанете. Давай ты условия нам диктовать не будешь, мы сейчас поедем, возьмём деньги. Ты рассчитаешься, извинишься, а там дальше посмотрим. Весь дуйки тоже прихватил. Что? Что здесь такое происходит? А вы ничего не в курсе, да, что у нас здесь происходит? Ну вот у нас Рубен Тимурович ставит несертифицированные импланты, берёт деньги как за настоящие, за австрийские. Или вы в доле, может быть? Какая доля? Вы что, о чём вы говорите? Ну а я откуда знаю. Договор-то какой был? Какой договор? Договор только с ним был. Клиника здесь ни при чём. Всё, поехали рассчитываться. А по поводу вашей клиники будут заниматься другие люди. Миша, Дину, посади, пожалуйста, к себе в автомобиль. Ну что, доктор, не каен, конечно, но тоже остренько присаживаемся. Влад, спасибо, что обратили внимание на мою ситуацию, потому что девочки, женщины очень стесняются об этом говорить, боятся. А врачи только этим и пользуются. Они берут с нас деньги и даже за людей не считают. Вот ваше молчание – это вот богатство вот этих врачей. Иди, иди сюда. Деньги получил, нужно возвращать. Вот, 550. Мне не нужно. В общем так, дорогой мой. Я думаю, что с врачебной практикой, наверное, всё. Я постараюсь, напрягу все свои связи, чтобы тебя даже ветеринаром не взяли. Ищи себе другую работу. С людьми тебе работать больше нельзя. Всё. Короче так, Дина, у вас сумма на руках. Вы должны эти деньги отдать хирургу, который с вами поработал. Ещё раз спасибо вам большое. Счастливо, да. Миша вас отвезёт, сумма большая, поэтому садитесь к Михаилу. Спасибо. Счастливо. До свидания. Ну всё, вопрос решён. Всё вроде хорошо. Всё, да не всё. Не выходит у меня из головы, почему, дорогие девочки, вы подписываете договор не глядя. Договор, в котором не прописана ответственность в клинике. Я не пойму, вы дрова, что ли, покупаете? Короче, мой вам совет. Первое. Всегда проверяйте, чтобы в договор была внесена ответственность в клинике за операцию. Второе. Так уж не стоит доверять мнению распиаренного пластического хирурга. Может быть, есть смысл обратиться к другому, чтобы у вас было альтернативное, независимое мнение. И третье. Прежде чем раскрыть кошелёк и оплатить договор, подумайте, а может, вам вообще это не надо? Вот как-то так. Смотрите далее. Вы не могли бы дать мне телефон позвонить? Нет. Это, пожалуйста, не надо. Вот так вот спасибо. Спасибо. Только телефон у меня в руках. Народ у нас стал, конечно, поосторожнее, поумнее. Прячут кошельки поглубже, держат покрепче. Особенно это касается людных мест. Вокзалы, выходы из метро. Вы думаете, вы себя обезопасили? Совсем нет. Мошенники тоже не лыком шиты. Каждый раз придумают что-то новое. Сегодня я вам покажу один развод. Изящный, надо сказать. Мы едем к метро. Попробуем обезжирить кого-нибудь из доверчивых граждан на приличную сумму. Чтобы продемонстрировать этот хитроумный развод, я попросил свою добровольную помощницу Инну мне проассистировать. Красивая девушка на высоких каблуках с севшим телефоном. А очень нужно позвонить. Ну скажите, кому придет в голову отказать этой прекрасной девушке позвонить? И, кстати, она готова заплатить за звонок. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не могли бы дать мне телефон позвонить? Я вам дам денег. Мне просто нужно состыковаться с мамой, потому что мой сел. Нет. Смотри-ка еще какой стройки. Просто категорично нет и все. Ну не страшно, охота продолжается. Простите, пожалуйста. А вот еще один молодой человек. Нужно позвонить мне телефон сел с мамой, сел с мамой, сел с мамой. Без проблем. Кажется, купился. Достал телефон. Только телефон у меня в руках. Ну, можно, можно, как, сел. Нет. Ну, или хотя бы сообщение можно. Я наберу, мне не проблема. Давайте наберу. Смотри-ка, чё, какой ушлый, а? Придется и не выкручиваться. Как номер набираем? Или сообщение ушло? Давайте позвоним. Угу. Наша фишка в том, чтобы телефон оказался в руках моей помощницы. Только тогда сработает фокус. По-моему, она какую-то от балды телефону ему сказала. Странно, ладно. Спасибо вам большое. Да не, да. Ну, чё, так, выкрутилось. Хорошо, что не было ответа. Извините, пожалуйста, у меня телефон сел, а мне очень нужно маме позвонить. Вот и новая жертва на горизонте. Да, пожалуйста, не так. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, конечно, сердобольная моя. Спасибо. Ну, конечно же, пожалуйста, бери телефон. Не надо никаких денег. Внимательно смотрите, что делает Инна. Вместо звонка она заходит в СМС-сообщение и отправляет на системный номер оператора банка следующее сообщение. Перевод номер телефона свой, разумеется, и сумму в 3000 отправить. Всё, отправлено. Осталось дождаться кода подтверждения. В этот момент она имитирует звонок. Код приходит через 5-7 секунд. Наперёд, наверное, в метро. Можно я сообщение маме отправлю? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Всё, готово. Осталось ввести код, подтвердить платёж. Есть. И удалить сообщение. Никаких следов. Так, пойдём-ка мы её перехватим, а то она в метро вернёт. Спасибо вам большое, вы мне очень помогли. Спасибо. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Не уходите. Не уходите никуда. Что здесь происходит? Ничего не пугайтесь. Вы же ничего плохого не сделали. Что случилось? Давайте для начала познакомимся. Как вас зовут? Марина. Меня зовут Влад. А вот это моя помощница Инна. Она вас только что облапошила. Не может быть как. Когда я телефон взяла, позвонила. Я отдала и всё. Серьёзно? Да. Всё нормально. Она у вас сняла со счёта 3000. Ну что, не может быть. Подождите, я сейчас проверю. Смотрите, здесь нет никакого сообщения. Всё верно. Всё чисто. Всё верно. В тот момент, когда она попросила отправить маме смс-ку, якобы не прошёл звонок, именно в этот момент она удалила смс-ку из банка о списании ваших средств. И всё. Хитро? Инна, давай вернём деньги. Всё просто. Ваши деньги. Ну вы даёте, ребят, конечно. Я снимаю программу на канале, которая называется «Решала». Программа о мошенниках. И я вот такие вещи делаю для людей, чтобы они понимали, как мошенники работают, чтобы, попадая в эти схемы, в нужный момент отскочить. Буду знать. Спасибо. Это прям вообще. Я надеюсь, вы не против, если я у себя в программе это покажу. Ну деньги вернули, ну пожалуйста. Ну спасибо, что не обижаетесь на нас, что у вас с чувством юмора всё хорошо. Все ответы на ваши вопросы смотрите в программе «Решал» на канале «Чай». Обязательно посмотрите. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Ну что, Инна, каково быть мошенницей? Мошенникам быть плохо. Но помогать мне понравилось. Поэтому зовите ещё. В автобусе с тебя снимут камеру. Спасибо тебе большое. Спасибо. Счастливо. Ну согласитесь, изящный развод, красиво, но только незаконно. Вы думаете, на простачков это рассчитано, да? Думаете, вас это не коснётся. А теперь представьте ситуацию, что мы Инну одели в вечернее платье и прокатили на машине по всем ночным клубам города. Там и кавалеры позговорчивее, и суммы побольше. Так что вот что, ребята, никто от этого развода не застрахован. Если уж случилось в вашей жизни, что кто-то попросил помощи, дайте позвонить. Не выпускайте телефон из рук. Да, кстати, ещё и разновидность есть. Сделают звонок на платный номер. Большой город, ребята. Уходи, Рживостро. Я всегда говорил, что продажа автомобилей на вторичном рынке – это поле паханное, перепаханное вдоль и поперёк мошенниками всех мастей. Уже вроде все схемы мы обсудили, однако появляются новые. Своё видеообращение мне прислал Владимир из города Барнаул. Там он рассказал ещё об одной схеме. Я про такую даже не знал. Давайте-ка посмотрим это видео. Влад, привет, зовут меня Владимир. Произошла у меня такая ситуация. Хочу получить от тебя совет. Решил купить автомобиль. Зашёл на один из автобазаров. В интернете выбрал нужный. Получил вин. Как бы в автотеке его пробил. Всё вроде казалось нормально. Взял нужную сумму и поехал уже за своей машиной. Когда я приехал, подписал договор, внёс аванс. И тогда оказалось, что вин автомобиля был совсем другой, чем был указан на сайте. Этот автомобиль был битый, был совсем другой в нём пробег. Теперь нуждаюсь в твоём совете, не знаю, что мне делать. Брать автомобиль такой, какой он есть, или всё же пожертвовать авансом, который не возвращается. Пожалуйста, подскажи. Вот такая вот неприятная история. Но на самом деле всё просто. Аванс ты можешь вернуть в любой момент. По закону. И если тебе продавец не возвращает аванс, напиши на него заявление в суд. И деньги ты вернёшь очень быстро и на законных основаниях. Но что-то мне подсказывает, Владимир, что под словом «аванс» ты понимаешь задаток. А задаток по закону. В случае твоего отказа от сделки продавец оставляет себе. И вот тут тебе нужно принять решение. Если задаток был небольшой, и машина не стоит тех денег, которые за него просят, задаток нужно оставить. И это будет плата за твою невнимательность. Если же задаток достаточно велик, тогда нужно взвесить свои последующие расходы на ремонт и обслуживание автомобиля. Главный мой совет. При покупке машины на вторичном рынке, ты должен сам, лично, своими глазами сверять все номера ВИН, проверять документы и прочие детали сделки. Рынок бушных автомобилей – это просто клондайк для мошенников. Поэтому трижды перестрахуйтесь, прежде чем достать кошелёк. Вот как-то так. Продолжение следует...